Всем привет, с вами Гаврил и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на лондруида, его название ВНЮ из Фури. И давайте рассмотрим модель нашего лондруида. Вот так выглядит у нас наш мужик, животнообразный. Что хотел бы сказать по поводу данного комплекта. Это самый последний сет на лондруида из двух существующих на данный момент. Если я не ошибаюсь, его добавили в период третьего интернешнала. Еще что хотел бы сказать. Мне в общем нравится данный сет по ряду причин. Нравится модель самого лондруида. Также мне нравится то, что в данном сете изменен ульт нашего лондруида. И медведь призываемый также изменен. Что касаемо вещей данного комплекта. Здесь как бы есть плюсы и минусы. Вот давайте рассмотрим плечо, брейсер и вот эту болтающуюся штуку. Не знаю как ее назвать правильно. В общем это будет у нас передником. Вот смотрите, у нас на плече очень симпатичная модель наплечника. Текстура также очень симпатичная. На переднике модель симпатичная, текстуры похуже. А вот на брейсере модель, если у нас как бы неплохая, то текстуры оставляет желать лучшего. Ну сами видите, что здесь как бы есть такой минус. Сзади вот так выглядит у нас лондруид. В игре подробненько посмотрим, как он выглядит. Данный сет состоит у нас из 7 частей. Одной мификал части, одной рарки, одной анкомонки и 4 комонок. Ну и давайте посмотрим, как выглядит данный лондруид в игре. Вот так выглядят лондруиды. Как вы видите, у нас изменены гаммы. Если стандартный лондруид у нас синий-голубого цвета, преобладающий цвета, то сетовый лондруид фиолетово-зеленого цвета. Вот так выглядят лондруиды спереди, вот так сзади. Ну симпатичные модели вещей, текстуры очень симпатичные. И вот я говорил о минусе этого брейсера. В игре он, этот минус незначительный, потому что, ну как бы сверху вы когда будете смотреть, не будете замечать, что текстуры здесь плохие. Ну и тем более, если вы будете находиться в ульте, вы как бы не обратите внимание на это. Если мы отдалим немножко назад, мы увидим, что у нас разные медведи. Спиридбиры сетовый и стандартный разные. И вот сразу хотел бы вам обратить внимание, что у нас стандартный медведь время от времени поднимается на дыбы, так сказать, на задние лапы. Сетовый медведь этого не делает. Вот, не знаю, как бы, своеобразный минус, не минус, не знаю, решайте сами. Вот видите, медведь этот поднялся, а этот ничего не делает, кроме как стоит. Давайте пройдемся по иконкам наших лондруидов. Вот, с этого иконка у нас волосики все причесаны аккуратно вниз, как на голове, так и на бороде, все вниз аккуратно зачесано. И стандартный скин лица, на мой взгляд, он более симпатичный. Вот здесь прическа идет волной назад. Симпатичные косички, усики, все бородка аккуратные. Другие, но тоже аккуратные, очень симпатичные. Что касаемо иконок наших медведей, вот сетовый медведь белый. Кстати, вот не знаю, как бы, насколько я знаю, что белые медведи, они гораздо больше бурых. Но это, наверное, маленький белый медведь, еще щенок, так сказать. И иконка стандартного медвежонка, тоже с косичками у нас, как и стандартный лондруид. Здесь у него на бороде косички, на макушке косички. И, в общем, симпатичный. И давайте рассмотрим, как выглядят ульты наших лондруидов. Вот. Преобразились. Как вы видите, довольно сильно различаются. Ну, в принципе, так, облик практически такой же, но цвет другой, как вы видите. Белый медведь такой. Вот так выглядят они спереди. Сзади лондруиды в ульте выглядят вот так. Что хотел бы добавить. Мне нравится вообще, как стандартная модель лондруида, так и сетовая. Велвом и автору данного комплекта выражаю огромный респект. Очень симпатичные модели, текстуры. Очень классные. Ну, вот, давайте пройдемся по стандартному скину. Хотел бы я просто сказать, что очень нравится этот комплект. Классный облик. Очень красивый. Кстати, давайте еще рассмотрим иконки в ультах наших лондруидов. Вот стандартный скин с косичками. Мишка. Бурый. И сетовый. Очень симпатичный, на мой взгляд, няшный такой милый медведь. Так, а это у нас были все изменения. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok